МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А ты куда собрался? Галя, я решил в милицию пойти. А я тебя никуда не пущу, Ваня. Галя, прекрати, я должен туда пойти. Ванечка, милый, подумай обо мне, я тебя очень прошу, Вань. Я никуда тебя не пущу, слышишь? Умоляю тебя, Вань. Может, ты меня еще и ударишь? Тебе это не трудно, я знаю. Герой. Что ты несешь? Я-то знаю, что я говорю. Можешь выметаться отсюда. Я не заплачу. Тебе же на твою жену наплевать. Тебе же один свет в окошке. Ты о чем? Об Асечке твоей ненаглядной. Только твоя красавица убийцей оказалась, Вань. Она не убийца. Но если она не убийца, Вань, значит, ее скоро из милиции отпустят. А ты-то куда собрался? У нас скоро представление, нам надо репетировать. В милиции, Вань, и без тебя разберутся. Ася! 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 Асенька! Ася! Ася! И ты здесь? Полюбоваться пришел. Это ты во всем видовата. Это из-за тебя Ася попала в тюрьму. Но я клянусь, ты об этом пожалеешь, очень горько пожалеешь. Ты меня понял? Вы полагаете, можно передавать дело в суд? Сто процентов. Мотив у нас есть. Соколовская в день свадьбы узнала, что у мужа были шашни с другой девицей. Косвенных улик выше крыши. Так в том-то и дело, что косвенных. Орудие убийства опять же не найдено. Да ладно тебе. Нож она выбросила и все дела. Что думала, она тебе его на блюдчики принесет? Послушайте, так нельзя. У нас есть свидетель ссоры. Любовница убитого, Александра Терницкая. Если бы она в тот день не пришла и не сообщила о своей беременности, может вообще бы ничего не случилось. Вы как хотите. Я считаю, что эту дамочку необходимо вызвать и допросить. Ну, что это нам даст? Еще раз проверим показания подозреваемой. Может быть, что-то не сойдется. Но, по крайней мере, мы будем уверены в том, что сделали все, что могли. Ну, хорошо вызывать Терницкую. Хотя это все зря. Так, для перестраховки. Чтоб дело в суде не развалилось. Отгорел фейерверк Перестало вертеться шутихо Блеск одежд карнавальных Обернулся унылым тряпьем Опустел балаган И на рыночной площади тихой То, что было театром Становится нашим жильем Мне не быть для тебя Ни волшебной звездой, ни богиней Я твой друг, орликин Потому и доводится мне Быть гораздо умней Чем положено быть в Колумбине И гораздо добрей Чем положено просто жить Я до смерти с тобой Поделю и очаг, и подмостки Если занавес поднят Я буду смеяться и петь И следить Чтоб завистник в той игре Не подсыпал и звездки И любить тебя так Как никто не сумеет посметь И любить тебя так Как никто не сумеет посметь Словно преступницу какую-то Затолкали в машину и увезли У меня сердце кровью обливается Как я подумаю, что она там В этой тюрьме Рая, Раечка Успокойся, сядь Нам подумать надо Придумать, как там быть дальше Для начала нам нужен хороший адвокат И не просто хороший А самый лучший Самый лучший Да ты знаешь, сколько он стоит Где мы деньги-то такие возьмем? Господи! Рая, на этот счет не беспокойся Цирк возьмет все расходы на себя Асе нужно спасать любой ценой Если надо будет, шапку пустим по кругу Все дадут то, сколько сможет Правильно, уверен, никто не откажется А сколько у тебя в кассе сейчас? Не знаю, я как раз хотел подбить баланс Последнее выступление было аншлаг Я думаю, надеюсь, денег хватит Ладно, загляни ко мне потом Поговорим насчет адвоката Если надо будет, ты с Москвой Пригласим Саша, что случилось? Меня вызывают в прокуратуру Ну и что? Произошло убийство Они опрашивают свидетелей Хорошего, конечно, мало Съездишь, ответишь на их вопросы Ты не понимаешь Они же будут спрашивать обо всем Что случилось той ночью Ну и Ты же сказала, что ушла Не дожидаясь окончания ссор Сказала, да Так, домой ты пришла После меня Еще соврала, что тебе стало плохо И что соседка тебя откачивала Да, приводила в чувство А где ты была? Просто по улицам ходила Правда Понимаешь, после того скандала Светика мне Стало очень плохо Ну не физически, понимаешь Как-то прибитая я была Ну пойми, узнать, что он действительно женился Я вышла на улицу, просто ходила Мне нужно было прийти в себя Так, и? Ну а в это время его убили Ну, в смысле, Ярик Ты хочешь сказать, что у тебя нет алиби? А что мне делать? Разберемся Когда тебя вызывают в прокуратуру? Сегодня Времени, конечно, мало Но я что-нибудь придумаю Ты, главное, не бойся, Сашенька Не бойся Я ненавижу этот город Это проклятое место Я же говорила Асе Дочка, давай уедем отсюда Но у нас здесь одни несчастья валятся Город здесь не причемный Хорошее и плохое Это от людей А люди Разные бывают Нет, Степа Я чувствовала, что не надо сюда ехать Здесь Место, которое притягивает беды Здесь я своего ребенка потеряла И ты меня здесь бросил Ты что, не помнишь? Короткую вас, мужиков, память Раечка, ну возьми себе в руки, а? Ну тебе легче станет, если я Еще раз покаюсь Ну хорошо Прости меня за то, что Тогда случилось Степ Прости, мне сейчас просто тяжело Я не знаю, что я говорю Успокойся, пожалуйста Ты сейчас должна быть сильной Хотя бы ради Аси Ты думаешь, она не чувствует Как ты здесь убиваешься? А я сейчас Тысячу раз тяжелее Куда ты опять собрался? Дела есть? Более важнее, чем репетиция Как мне помнится, Вань Ты никогда репетиции не прогуливала Мне не разрешала Мало ли, что раньше было До свадьбы ты это хотел сказать? Асю арестовали Я сейчас иду в прокуратуру Хочу добиться свидания Свидание только? Да А в качестве кого Ты хочешь добиться свидания? Кто ты ей? Друг Было и останусь Так это теперь называется Ну хорошо, Вань Ты иди Только будь осторожней Смотри, чтобы тебя Самого не повязали Ой, осела Все, я пошла Куда? В прокуратуру У тебя же есть телефон следователя Ты ему позвони и спроси Точно Алло, прокуратура? А соедините, пожалуйста Со следователем Ларионовым Это по делу об убийстве Романова Петр Васильевич Здравствуйте Это мама Анастасии Романовой Раиса Ивановна Свидание? Исключено Да нет Ты не упрашиваете Вы как почему Не заставляете меня Вам преподавать Основы юридической грамоты Хорошо Объясню Люди Проходящие по делу Как свидетели Не могут быть допущены К подозреваемому Пока следствие Не закончится Да вот так В смысле Вы не свидетель Раиса Ивановна Простите Вы юрист? Нет? Тогда мне позвольте судить Кто подходит Под эту категорию А кто нет Да Вот хорошо Что понимаете Да не надо меня умолять Я вам ясно сказал Отказал Петр Васильевич Ну зачем вы так Иметь положено свидание Да кто узнает Телефон разговор У нас слава богу Пока не записывается Все ведь идет нормально Главное Что мамаша поверила Теперь под ногами Не будет путаться Так что скоро Мы доведем девчонку До нужной кондиции И расколем с треском Будь я Адвокатом Соколовской Я бы назвал это Моральным давлением На подозреваемые А ты не будь Не будь ее адвокатом Делай свою работу Там глядишь Когда нибудь Станешь следователем А я надеюсь Прокурором Да Почаще бы Такие громкие дела Происходили В нашем городишке А то так Век карьеру Не сделаешь Продолжение следует... С детства боялась похорон Помню как только слышала Похоронный марш Сразу бежала домой И затыкала уши Могла ли я думать Что мне придется Хоронить собственного сына Тебе надо отдохнуть Лучше всего прилечь Пойдем Я накопаю тебе валерьянки Нет Спасибо родной Не надо Ты же знаешь На меня эти лекарства Уже не действуют Ничего Я справлюсь Я привыкла В трудные минуты Надеяться только на себя Теперь многое изменится Теперь я рядом Присаживайтесь Итак, Александра Сергеевна Что вы можете сообщить По поводу убийства Ярослава Романова? Даже не знаю Значит, каких-либо заявлений Сделать не хотите Хорошо, так и запишем Скажите Вы виделись со Святославом Романовым В тот день Когда был убит его брат? Да, я видела его вечером Тау, с самого дня С какой целью? Хотела выяснить отношения Я узнала, что он женился И мне нужно было с ним поговорить О чем вы хотели с ним поговорить? Дело в том, что я Жду ребенка от Святослава А в тот день он этого еще не знал И видится с такой новостью В день свадьбы? Признаюсь В тот момент я его ненавидела Это все, в чем вы хотите признаться? Наш разговор Услышала его жена Я не знаю, что у них там было дальше Я сразу ушла Но тем не менее Я рада, что она наконец Узнала правду об этом Человеке Как долго вы были в квартире Романова? Несколько минут, пока мы говорили Потом мне стало плохо Я вышла на улицу Там мне помогла какая-то женщина Я думаю, она сможет подтвердить Что я говорю правду А вы не знаете, в какой квартире она живет? Нет, откуда Ну, я помню, как она выглядела Она была такая высокая, полная На вид лет 50 Ты раньше был рядом Ну да Но теперь все пойдет по-другому Да, это Бог Только я не верю в перемены к лучшему Пока все как раз наоборот Я все делаю не так Все идет прахом Я так настаивала на твоей женитьбе Если бы я только могла предположить Что все кончится таким кошмаром Это я во всем виновата Я? Я заставила тебя жениться А теперь эта малахольная Убила моего сына В каких отношениях вы были со Святославом Романовым? Я понял, что у вас была интимная связь Помимо этого Я работаю в клинике, в которой Он работает, он руководит там Что можете сказать о нем, как руководитель? Хорошего мало Он в последнее время забросил дела совершенно Что ж По-видимому, у вас были основания Не очень дружеские относиться к господину Романову Можно сказать, что вы испытывали к нему неприязнь Не так ли? А как прикажете относиться к человеку, который тебя бросил и женился на другой? Ну, в этом мы и пытаемся разобраться Нам важно понять, кто и почему Жал от смерти вашему бывшему любовнику Мама, я очень прошу тебя Не говори так про Асю В конце концов, она моя жена Она законная, моя жена Ты сама этого хотела И я не верю, что она причастна к убийству Ярослава Веришь, не веришь Какая теперь разница Ярослава уже не вернуть Ой, Господи Что же это такое? Несчастье за несчастье За что? За что? Хотя нет, есть за что Все правильно Это расплата Так и должно было закончиться Расплата за что? Это я во всем виновата Узнала про завещание Павла Про то, что он все завещал этой девчонке Вот и затеяла эту свадьбу Все ради тебя Только ради тебя Ты заставила меня жениться на Асе Из-за завещания Павла Конечно Разве я могла упустить Из рук Империю Федотова Мама Мне сейчас нужно к следователю Я хочу добиться у него разрешения Навстречу с Асей Как ты думаешь, он пойдет на это? Не знаю Только ты будь поосторожней с ней Она все-таки убийца Мама, я не верю в это И никогда не поверь Тебе все-таки лучше сейчас отдохнуть Сегодня был трудный день Ты очень устала Ничего, ничего 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 Я во всем разберусь Все будет в порядке, поверь мне Все нормально Иди, иди Что ж ты делаешь, сынок? Зачем ты меня обманываешь? Я же как сейчас помню Лежу я в роддоме И сказали мне, что девочка моя умерла Тот вдруг приносит ребенка кормить И этот мужик говорит Нравится девка, забирай И я у меня даже в голове помутилась Думаю, вот она моя кровиночка Тут ты появляешься Рая, ну перестань Сколько можно себя корить? Да, понимаешь, я даже не успела спросить Чья она, откуда Вцепилась в нее, как в спасательный круг Что случилось, то случилось Прошлого не изменишь Да, не изменишь Но не надо было нам с ней сюда возвращаться Как я об этом не подумала? Рая Нет, это я во всем виновата Если бы мы с Асей сюда не приехали Может быть, все обошлось бы Господи, ну почему ты Во всем сама себя только винишь? Ну что, то раньше было, но то было А кого мне еще винить? Это же я Я чужого ребенка за своего выбила А теперь это зло ко мне вернулось И прав ты, Степа Дело не в городе, а в людях Это я виновата Это я, это мой грех Не об этом Нам надо сейчас с тобой думать Нам надо Асю из беды выручать А что было много лет назад Того уже никому не изменить Задерживается что-то мой помощник Хотя до дома господина Романова здесь рукой подать Как вы думаете, что могло случиться? Откуда же мне знать? Найти вашу свидетельницу Допросить ее Дело не такое уж и долгое Если она, конечно, там живет Я же сказала Кажется, она живет в том доме Кажется, или вы уверены? Вы достаточно давно знаете Господина Романова Скажите, у него много врагов? Знаете, Светик Простите Господин Романов Он относится к тому числу людей У которых главный его враг Это он сам Поэтому он умудряется Испортить отношения Со всеми подряд Я уж думал Мы тебя не дождемся Хотел нашей гости Выписывать Очередной пропуск на завтра Или здесь попросить Переночевать Как вам такая идея? Никогда не ночевал В прокуратуре Что так долго? Машина сломалась Пешком добирался Ну, а как там свидетельница? Бабуля? Ну, бабуля Или кто там, не знаю Ты ее нашел? Нет Она меня нашла Только я начал у мальчишек Спрашивать Не знаете ли такую Она тут как тут Ну и? Все подтвердила Ну что ж Спасибо, госпожа Терницкая Что исполнили Свой гражданский долг И честно сообщили Все, что вы знаете Об этом деле Мы вас больше не задерживаем Я могу идти? Да Пропуск Пропуск ваш только Дайте А ты ведь не выпустит Ужин можешь сегодня не готовить Я сейчас поеду к Павлу Да и Светик вряд ли сегодня явится Виктория Андреевна Не ходили бы никуда Такой день Как вы только держитесь А в больнице И без вас есть кому За Павла Константиновича Присмотреть Да нет Не уговаривай Анюту Поеду Мне и так плохо А Павла не увижу Совсем Тостка Ну Если уж вас тоска душит Что же нам-то Мелким людишкам делать Хоть в петлю лезь Ну это не выход, Гена Хотя Кто знает Знаешь, Анюту Я когда с Павлом разговариваю Мне кажется Он далеко-далеко Но все-таки Меня слышит Должен же ему Кто-то рассказать Что случилось С нами Со всеми Поеду Да я буду сейчас В таком состоянии Глубоко безразлично Что слушать То ли Викторины страшилки То ли прогноз погоды Как ты можешь Это что, не так, что ли? Это не лучший повод Для шуток Молчи уж Но Родная дочь Уже рот затыкает Лучше Покормила в этом доме По-человечески А ты только морали читаешь Ну слава богу Ну как все прошло? Венечка, все получилось Ты мне только расскажи Как ты исхитрился Вот это все провернуть Ерунда Ну как ерунда Ну-ка рассказывай Мне очень интересно Элементарно Технология примитивнейшая Поймал за шкирку Первую попавшуюся тетку В ударе Дал водный Потом заплатил аванс А остальное пообещал После выполнения работы Так все просто? Только была одна сложность Нужно было все быстро устроить Ну спасибо тебе огромное Потому что я там В этой прокуратуре Такого страха натерпелась Ну все хорошо Не волнуйся Все хорошо Что хорошо кончается Это да Только пообещай мне Впредь, что ты не будешь От меня больше ничего скрывать Ни при каких обстоятельствах Обещаешь? Слово даю Частное, причастное Спасибо Мне даже не с кем поговорить, Паш Почему все так получилось? Почему? Я всю жизнь старалась Чтобы мои близкие Были счастливы И что? Все, что я делала Каким-то Страшным бумерангом Ко мне возвращается Разрешите? Слушаю вас, молодой человек Мне очень нужно С Анастасией Соколовской поговорить Ее сегодня арестовали Мне сказали От вас зависит Ну, правильнее С Анастасией Роман Она взяла фамилию мужа А вы кем приходитесь? Родственник? Ну, как вам сказать Мы росли с детства вместе Значит, близкий друг Хорошо Я постараюсь вам посодействовать Если вы обещаете мне Оговорить ее Сотрудничать со следствием Для нее сейчас самое лучшее Искренне И добровольно Во всем признаться Извините Мне сказали Что вы не заняты Я по поводу свидания И тоже с Анастасией Правильно? Так кто же из вас Молодые люди? У вас что здесь? Аукцион? Что значит Кто из нас? Я ее муж Я ей пойду Гена Через столько лет Рассказала тебе Что я отдала Твою внучку Чужим людям Ты из-за этого Попал сюда Ты отвернулся От меня Потом все Завещала Асе А я Я решила Что нужно Женить Светика На Асе И вот Твоя внучка Убила Моего сына За все Надо платить Я страшно Наказана Я потеряла Сына Я не знаю Простишь ли ты И меня Скажи Как мне жить дальше Зачем Я разрешил свидание С Соколовской Романовой С мужем Да А то верят Что они больше ничего Не придумают Чтобы осложнить нам жизнь Мне кажется Не стоит опираться По пустякам Он из семьи Федотовых Не самая последняя Фигура в городе Ну смотри Впрочем Что тут придумывать Ситуация Яснее ясного Есть Обвиняемое Есть Мотив Есть улики Горняк И все-таки Если мы полагаем Что хотели Убить не Ярослава А его брата Надо все тщательно проверить Потянуть за все ниточки Святослав Романов Заметная фигура Яркая личность Бизнесмен Руководитель клиники Хорошо бы Прощупать все Его окружение Нет Я над ромчую Тут дело семейное Мы допросили жену Допросили любовницу Я даже С матерью Викторией Федотовой На кладбище Перекинулся парой слов Все Сходится Все Показания Укладываются В нашу версию Боюсь Что новые свидетели Ничего не добавят Мы работали только С самым близким кругом Все они хорошо Друг друга знают Тесно связаны Им легко договориться А вот Если опросить Знакомых Партнеров по бизнесу Я думаю Могут всплыть Очень неожиданные факты Там ведь только в доме Есть кухарка Шофер И сводная сестра Романова Лишняя морока Все это Ну хорошо Если тебе не лень Вызывай сестрицу Только смотри Аккуратней Это Федотовы Лишние скандалы Нам не нужны Ну и что здесь происходит? Куда это ты собираешься? Я еду обратно В школу Вот так новость Еще сегодня утром Ты не хотела туда возвращаться Откуда вдруг такая Бешеная любовь К школьной жизни? Все лучше Чем здесь оставаться Что происходит? Черт возьми Я русским языком Спрашиваю Отпусти меня Мне больно Меня вызвали На допрос Вот Повестку прислали Публика сегодня хорошо принимает Да Опять полный зал Как сам? Ну как как? Ну что ты спрашиваешь? Думаешь легко Тут на пупе вертеться Когда Ася в тюрьме? Да я понимаю Ну что поделаешь Степа Работа есть работа Знаешь Все время в голове Одна мысль вертится Ну что там с Асей? Как там она? Ой Совсем же еще ребенок Сломают они ее Ой Ну а что мы можем сделать Степа? Что? Ну вот То-то и оно Ну а что? Два взрослых мужика И не можем ребенка спасти Вальдемар Надо что-то Придумать с адвокатом Ну на этот счет Не беспокойся Я адвоката ей найду Завтра же этим займусь Ася Как ты себя чувствуешь? Может с тобой здесь хорошо обращаются? Ася Все в порядке? В порядке? Ты еще спрашиваешь Ты о чем? О чем? Да о том О том О том, что было два брата Один самый лучший человек на земле А другой негодяй Одного я полюбила сразу Как только увидела С первого взгляда Но он уехал надолго А другой воспользовался этим И выдал себя за него Он соблазнил меня И предложил выйти за него замуж А я на свою голову согласилась Но я не знала, что вас двое Что у тебя есть брат Близнец Так ты обо всем догадалась? Я все время чувствовала Что-то не так Один был Добрый Искренний Благородный А другой был Грубый И наглый Циник Я никак не могла понять Как человек мог вот так измениться Один любил меня И я это чувствовала Всем сердцем А другой был холодным И тщеславным Мне все время казалось Что я ошибаюсь Я смотрела на тебя А видела того Другого Вот так и получилось Что я потеряла Свою любовь Мой любимый Мертв А ты Я не хочу тебя больше видеть Не приходи сюда больше Никогда Как я сегодня выступила И отрыв вовремя И бланш И сальто на три А я себе между прочим Бланш через раз запарывала И разножка у меня лучше Вань Ну что ты молчишь Вань ты чем-то расстроен? Да нет, все нормально Не обращай внимания Ну как не обращай внимания? Ты был в милиции? Был Ну и что? Со следователем пытался договориться о свидании Не пустили Этого пустили мужа ее А меня нет Представляешь? Боже мой! Конец света, Ваня! Только это все границы переходят Что я имею? А то, что ты убиваешься Из-за того, что тебя не пустили К твоей Только как дальше продолжить Я не знаю, Вань Я за нее переживаю Как за старого друга За нее вся трупа переживает Прекрати врать Кому врать? В первую очередь Самому себе, Вань Что ты от меня хочешь, а? Что бы ты сейчас сказал? Я больше не люблю Асю Что, Вань, слабо? Ася Мне правда жаль, что я только теперь поняла Знаешь, Слава Тюрьма такое место Очень способствует размышлениям Появляется масса свободного времени Начинаешь понимать то, что раньше казалось необъяснимым Ася, а ты уверена, что ты все понимаешь правильно? Сейчас да Ты ошибаешься Если бы ты знала, как ты ошибаешься Даже не надо оправдываться Я согласилась на это свидание Только чтобы сказать тебе, что я все про тебя знаю Слава, ты низкий И подлый человек Так что не надо больше играть со мной Морочить мне голову Ася, послушай, ты... Мама мне говорила Предупреждала А я не верила Я вела тебя просто как последняя дура Я никогда себе этого не прощу Как я могла так ошибиться? А ты... Что ты еще от меня хочешь? Музыка 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 Музыка